Продолжаем серию видео о вспомогательных женских формированиях вермахта. И сегодня вы узнаете о женщинах-объездщицах лошадей, женщинах на флоте и в ВВС. Итак, давайте начнем. Все вопросы, связанные с бытом германских солдат, изначально находились в ведении Германского Красного Креста. Однако в октябре 1941 года весь персонал, занимавшийся данными вопросами, был переведен во вспомогательную службу медицинского и бытового обслуживания, которое находилось под прямым контролем вермахта. Считается, что сотрудники этих подразделений продолжали носить форму Красного Креста, а не форму вспомогательных подразделений армейского образца. Вспомогательная штабная служба. Это новое ответвление женской вспомогательной службы было создано в феврале 1942 года. Вспомогательная штабная служба сухопутных войск состояла из женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые несли службу на административных должностях в качестве служащих. Как уже упоминалось, некоторая часть сотрудниц первых вспомогательных подразделений связи была задействована в качестве служащих штаба, но после создания вспомогательных подразделений штаба они были переведены в эту службу. Первоначально из-за недостатка униформы сотрудницы штабов должны были носить гражданскую одежду, но в октябре 1943 года выпуск формы для них был постепенно налажен. Она стала поступать со складов вспомогательных подразделений связи. Единственным существенным отличием в формах этих служб было отсутствие у штабных барышень нашивок с молнией. Для младших чинов была также введена специальная манжетная лента. Она представляла собой зеленую полоску ткани из искусственного шелка машинной вязки. На ленте имелся кант в виде скрученного шнура и надпись, выполненная в два ряда неяркими серо-зелеными буквами готического шрифта «Штабсхельферен Десхирес». На лентах, которые носили представители командного состава, имелась такая же надпись, но вышита она была золотой нитью на черной ленте. Хозяйственная вспомогательная служба. Об этой службе сохранилось мало информации. Считается, что сюда входили рабочие низкой квалификации – уборщицы, посудомойки и так далее. Они не носили специальной формы, а ходили в гражданской одежде или халатах. Однако для них была введена специальная лента, которую необходимо было носить на рукаве своей одежды. Она была такого же размера, что и у сотрудников штабов. На ней имелась выполненная серо-зелеными буквами на зеленом фоне надпись «Виртс шафтс Хельферен Десхирес». Объездчицы лошадей. Хотя кавалерия располагала своим собственным резервом лошадей и сооружениями для их обучения, сухопутные войска постоянно испытывали нехватку в квалифицированных специалистах для других служб, в которых были задействованы лошади. Такими службами, например, были артиллерия и части снабжения. В 1943 году женщин всех возрастов, имеющих соответствующую квалификацию, впервые стали привлекать для объездки лошадей при различных тренировочных школах верховой езды. Весь женский персонал, задействованный для выполнения этой работы, получил тот же основной статус вспомогательных подразделений. Они не носили никаких знаков различия, а их униформа представляла собой основной вариант однобортного кителя позднего образца. Единственным знаком различия была национальная эмблема, которую носили на груди с правой стороны. Обычно с этой формой носили кепи, похожие на общевойсковое кепи образца 1943 года. Вспомогательная служба Вермахта Приказом от 29 ноября 1944 года все женские вспомогательные подразделения различных служб вооруженных сил объединялись в единую вспомогательную службу. Для нацистской Германии это стало знаком окончательного признания женщин, составляющей вооруженных сил и их вклада в концепцию тотальной войны. Режим был фактически вынужден пойти на этот шаг, так как для возмещения боевых потерь на фронтах требовалось огромное количество мужчин. После объединения в единую службу сотрудницы различных вспомогательных служб продолжали носить свою прежнюю форму. Однако была введена единая система званий и знаков отличия. Теперь звание можно было определить по кольцеобразным нашивкам шириной 5 и 10 миллиметров. Сотрудницы вспомогательных подразделений сухопутных войск и люфтваффе носили нашивки алюминиевого цвета, а их коллеги из подразделений ВМС позолоченные. Командный состав теперь носил серебристый кант на воротничках и головных уборах. В последние дни войны было издано множество других приказов. Например, приказ от 16 апреля 1945 года, согласно которому всех женщин, занятых на службе в действующей армии, необходимо было рассматривать в качестве вермахт Кельференхея. Однако представляется маловероятным, что в хаотической ситуации того времени этот приказ был реализован. Этот последний приказ группировал все женские вспомогательные подразделения по трём категориям – вспомогательные подразделения штаба, вспомогательные подразделения связи и войсковые вспомогательные подразделения, которые объединили всё, что не вошло в первые две категории. Этим приказом также вводилась новая нарукавная лента «Вермахт Кельференхея» вместо предшествующих, но, видимо, выпущен был только образец такой ленты. Германский военно-морской флот, как и армия, имеет длинную историю, связанную с использованием женских вспомогательных подразделений. Со времён Германской империи женщины использовались преимущественно на традиционных для них должностях – служащих, уборщиц, посудомоек и так далее. Как и в армии, приказ о всеобщей мобилизации в ноябре 1938 года не предусматривал для женщин какой-либо маломальски значительной роли в военно-морском флоте. Однако в ходе войны необходимость высвободить мужчин для службы на фронте означало, что женщины стали постепенно замещать некоторые подходящие для них должности. Часто их деятельность на флоте была полностью схожа с той, которой занимались женщины, занятые в сухопутных войсках. Вспомогательная служба воздушного наблюдения ВМС Вспомогательная служба воздушного наблюдения ВМС, сформированная 10 апреля 1941 года, была создана простым переводом сотрудниц бывшей женской службы воздушного наблюдения в военно-морской флот. Хотя к тому времени знаки отличия уже изменились, и сами сотрудницы вспомогательных подразделений находились уже в ведении флота, они продолжали носить униформу Люфтваффе. Вспомогательная служба флота Приказ о специальном использовании женских вспомогательных подразделений в военно-морском флоте был впервые издан 7 июля 1942 года. И до, и после этой даты женщины для работы в качестве связисток поступали из сухопутных войск. Тот факт, что они действительно служат на флоте, можно было определить по дополнительному слову «флот» — «марины» в конце их звания. Таким образом, эта вспомогательная служба стала известна под причудливым названием «Вспомогательная служба связи сухопутных войск» — «флот». Зенитная вспомогательная служба Сформированная в 1943 году, эта служба состояла из женщин, которых использовали в подразделениях по обслуживанию прожекторов, заградительных аэростатов и т.д. Вместе или в непосредственной близости от собственно зенитных расчетов. Женщин из вспомогательной службы не включали в боевые орудийные расчеты, по крайней мере, первоначально. В 1943 году новые части вспомогательных служб флота были разбиты на две категории — вспомогательная штабная служба «Штабсхельференен» и войсковая вспомогательная служба «Труппенхельференен». В то же время, в 1943 году, сотрудницы всех остальных женских вспомогательных служб ВМС, включая службу воздушного наблюдения и зенитную вспомогательную службу, вошли в эти основные женские службы. Наконец, с января 1943 года сотрудницы женских вспомогательных служб флота стали получать специальную униформу. Основной вариант служебной одежды состоял из однобортного, сшитого на заказ кителя, длинных брюк, блузки и пилотки. Такая форма могла носиться либо с туфлями, либо с доходившими до щеколотки ботинками. Основной вариант формы дополнялся шинелью, перчатками, шерстяными носками и пуловером. Однако, мы не можем сказать, как точно выглядели детали этой предполагаемой униформы, поскольку на сохранившихся фотографиях женщины одеты в основном в перешитую мужскую униформу. По завершению своей подготовки, женщины, предназначенные для службы во вспомогательных подразделениях, приглашались для участия в скромной церемонии, на которой им вручали броши, свидетельствующие о том, что они полностью прошли курс подготовки. Брошь была круглой формы, около 3 см в диаметре, с золотисто-желтой каймой на темно-синем фоне. В центре броши имелось традиционное изображение морского якоря, оплетенного канатом. Командный состав носил такую же брошь, но кайма ее была шире и сделана в виде тщательно выполненного геометрического узора. Когда в ноябре 1944 года была создана объединенная женская вспомогательная служба вермахта, во вспомогательных службах флота была введена такая же система званий, как и описанная выше армейская система, с той лишь разницей, что нарукавные нашивки изготовляли здесь из золотистых, а не серебристых голунов. Была введена новая манжетная лента с надписью «Фермахтхельферен Марине», однако не сохранилась свидетельств тому, что такая повязка на самом деле выпускалась. Поскольку люфтваффе было новым видом вооруженных сил нацистской Германии, прецедента использования женского персонала в ВВС не было. Тем не менее, с самого начала после возникновения люфтваффе здесь стали служить женщины. Первоначально им приходилось выступать в традиционной роли служащих – телефонисток, поваров, официанток, уборщиц и так далее. Но постепенно они стали занимать и более важные должности. Хотя вышедшим в 1938 году приказом о мобилизации в люфтваффе это не предусматривалось, во время войны на службе в военно-воздушных силах было задействовано немалое количество женщин в возрасте от 17 до 45 лет. Женщинам приходилось нести службу в следующих подразделениях «Вспомогательная служба воздушного наблюдения», «Вспомогательная служба связи люфтваффе», «Вспомогательная служба оповещения», «Вспомогательная штабная служба», «Вспомогательная зенитная служба». Подобно вспомогательным службам сухопутных войск и ВМС в ноябре 1944 года, женский персонал люфтваффе влился в три женских вспомогательных службы вермахта. Но, как и в случае с армейскими и флотскими подразделениями, оказалось, что эта реорганизация имела очень незначительный практический эффект, поскольку была слишком запоздалой. Субтитры создавал DimaTorzok